всем добрый день сегодня у нас опять очередная распаковка на этот раз в ретро стиле пока мы ждем когда компания lenovo который сейчас владеет компанией motorola выкатит на рынок новый продукт а именно смартфон motorola razer как обещает уже в декабре январе месяце 2019 года ну и в январе 2020 года почему же объявили цену смартфон будет полторы тысячи долларов мы рассмотрим первого родителя данного смартфона а именно телефон motorola razer самый первый вариант выхода на рынок это обычный razer v3 который исполнялся в разных цветовой гамме черный серебристый розовый сразу же хочу сказать что данный аппарат покупался в российской федерации то есть поставлялся и сертифицирован ростесте представляет из себя вот данную упаковку которая продавалась непосредственно на территории россии давайте посмотрим было на нескольких языках в том числе русском давайте открывать и посмотрим что было внутри заветного телефона непосредственно сам аппарат который лежал вот на такой подушке так это не было вкладки то есть это мы сейчас его подключим аккумулятор непосредственно который шел при ней был который куплен и существует на моем канале обзор для данного телефона то есть оригинальная аккумуляторная батарея br50 так но она уже не рабочие дальше шла некоторая макулатура краткое руководство полное руководство на русском причем языке всего где-то 108 страниц дальше различные аксессуары описание дальше где можно техобслуживание проходить гарантийное обязательство также шел диск которым было программное обеспечение для того чтобы подключить непосредственно компьютер либо ноутбуку раньше не скачивалось а шло непосредственно внутри с диском так дальше адаптер сетевого подключения кстати здесь он остались еще наклейки непосредственно адаптер который был была наклейка ну и непосредственно сам на телефон дальше 5 больт 5 ампер сетевое еще была гарнитура для подключения непосредственно к телефону ну и пока у вас телефон находился там в кармане или еще в каких-то местах но или в машине то есть можно было отвечать на переходящие звонки вот что касается комплектации коробку пока отставим и непосредственно займемся телефоном а именно оживим ее благодаря китайской промышленности давайте оживлять его при помощи аккумулятора ну и симки так вот мы его подключили то есть сам телефон изготовлен из алюминия то есть есть пластиковые вставки для того чтобы антенна работала дальше в данном телефоне уже использовал возможность подключения к интернету звонок выход из звонка дальше была отдельная кнопка для интернета потому что то время непосредственно стоимость одного мегабайта было где-то 3-4 рубля поэтому не все пользовались также можно было отправлять электронную почту так внутри было стандартное меню то есть все тоже самое повторяло то есть справочник был на тысячу записей можно было здесь ввести имя номер определиться какой у вас это телефон можно задать было быструю набор номера путем цифр можно задать было различное наименование город область день рождения абонента еды звонка ну и задать даже картинку так же было удобно то есть здесь был стандартный календарь то есть был калькулятор на котором можно было посчитать некоторые моменты дальше календарь можно было задавать различные события для того чтобы не пропустить их то есть есть различные метки голосовая запись будильники есть другие варианты и мтс сервис да и на симку помещалась еще 200 номеров сервис ну тут стандартные настройки то есть можно было различные параметры экрана приветствие выбрать дальше стиль оповещения в зависимости от громкости который вам необходимо то есть настройки то есть по дисплею и так далее состояние то есть аккумулятор в данном варианте заряжен полностью как видим обновление по ООО ну и сведения о телефоне там различные номера подключение к интернету настройки интернета то есть сообщение здесь можно было посылать ммс сообщения мультимедиа тут различные темы можно было выбрать свою различные типы можно было скачать дальше фотокамера но тут она никакая здесь 640 на 480 точек выделялась где-то 5 мегабайт дискового пространства здесь четырехкратное увеличение баланс белого дальше различные картинки которые можно было установить в виде темы главный экран так здесь также были различные мелодии в том числе mp3 можно было задавать различные варианты в видеоклипы но здесь записанное видео стандартная реклама ну параметры не столь утешительных то есть запись 3gp то есть размер сами видите какой здесь также можно было осуществлять запись единственное разрешение можно было называть только вот эти вот размеры 176 на 144 точки то есть никаком full hd тогда по мини тем более 4к разговора не было стоимость если на примечательную данным телефоном имиджевый по толщине она не больше основной части 5-6 миллиметров всем особенно было как раскладушка пользоваться и в отличие от сегодняшних смартфонов удобно было открывать и закрывать то есть из-за тонкости был и назван как Razer лезвие прекрасно справляется и в настоящее время со своими задачами именно позвонить набрать номер ну и осуществить те иные причем есть внешний экран благодаря которому можно было узнать время даже сделать сэлфи давайте познакомимся с основными характеристиками данного телефона motorola razer v3 очень удачным дополнением явились а именно чехол выполненный из пластика стоящий из трех элементов было очень удобно пользоваться сохранить внешний вид данного телефона так здесь также использовался bluetooth То есть можно было подключить другие сопряженные продукты и источники. Были еще игры Java, которые можно было туда записать. Ну а по умолчанию шли две игры. Это гольф, так называемый камни. Цель игры оставить один камень в центре. И так далее. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно. Всем удачных покупок и распаковок. До следующего видео и до свидания.